14 тысяч лет назад на территории Северной Америки закончился ледниковый период. Тающие льды обнаружили почву и растительность, нескончаемый источник пищи для многообразных видов животных. Континент выглядел как африканский национальный парк. По нему перемещались стада бизонов, лошадей, верблюдов и даже огромных мамонтов. И в этом мире только одно животное превосходило других – это короткомордный медведь. Этот зверь был самым крупным хищником на Земле со времен динозавров. Эксперты считают, что он мог напасть на любое животное и убить его. Короткомордный медведь или медведь-бульдог, как его еще называют, обладал невероятно мощными челюстями, укус которых был сокрушителем. Мощные когти и сильные челюсти делали медведя умелым и устрашающим хищником. В отличие от других плотоядных, эти медведи вряд ли жили стаями. Они предпочитали охотиться в одиночку, и им требовались огромные открытые пространства. Этот медведь обитал в обширной полосе Северной Америки от Аляски до Мексики. Поэтому сложно сказать, какова была его точность среда обитания и какой пейзаж его окружал. Для того, чтобы выжить, медведь должен был поглощать 16 килограммов мяса в день. Такому крупному медведю потребовался бы большой арсенал приемов для нахождения пищи, в том числе сильное обоняние. Для этой цели у медведя были увеличены носовые впадины, поэтому его обоняние должно было превышать современных медведей. Гризли способны учуять запах за 5-7 километров, но его огромный предок мог находить трупы животных в радиусе 9,5 километров. К тому же, рост короткомордого медведя позволял подняться на 3 с лишним метра над землей и учуять запахи, приносимые ветром издалека. Очень важно, что на поиски пищи он тратил мало калорий. Однако, когда медведь находил трупы жертвы, ему предстояло еще украсть его. И вот тут ему предстояло бороться за звание самого главного хищника. Но завладеть добычей было не так просто, как ее найти. Обычно рядом находился крупный хищник. Если короткомордый медведь находил, например, труп бизона, ему, скорее всего, противостояла стая саблезубых кошек. Саблезубые кошки ступали в бой, имея численные преимущества, а также длинные острые клыки. Но не будем забывать, что перед ними все-таки был медведь с массивным черепом, сильными челюстями и мощными когтями, которыми он мог легко отбросить кошку. Поскольку животные нередко сражались не на жизнь, а на смерть, эксперты считают, что исход боя был предрешен. Как только медведь ударит одну из саблезубых кошек, вполне возможно, что остальные тут чаще отступят. А что касается охоты на мамонтов, то, скорее всего, доисторические медведи поедали их уже мертвыми, так как вживую он вряд ли бы справился бы с подвижным хоботом и огромными бивнями. Подобные столкновения объясняют, почему короткомордый медведь эволюционировал до таких внушительных размеров. Иногда ему даже не приходилось сражаться за еду. От одного вида хищники бросали свою добычу. Но когда основная часть добычи была уже съедена хищниками, такому огромному плотоядному животному было бы трудно насытиться трупом, от которого буквально остались кожи до кости. И здесь хищнику как раз помогала его короткая морда. Благодаря тому, что передние зубы медведя располагались близко к его челюстному суставу, он мог без труда разгрызть кости. Строение челюсти короткомордного медведя позволяло ему разгрызть даже очень крупные кости и питаться костным мозгом, в котором содержалось много жиров, липидов и дополнительных калорий. Считается, что короткомордный медведь как вид исчез с лица земли просто потому, что не смог приспособиться к сильным изменениям в окружающей среде. Но за время своего господства он все равно оставался главным хищником с острыми когтями и мощными челюстями. Спасибо за внимание!